Девушки отдыхают Я представлюсь больше сейчас для тех, кто меня еще не знает Зовут меня Фролов Юрий Андреевич Я биолог, предприниматель, экофермер Или как крестьянин Сейчас более правильно может быть кто говорит И много направлений у меня и было Есть чем я занимаюсь Ну все в области биологии так или иначе Это связано, живой природы Будет интересно посмотреть у меня в блоге На моем канале юфролов.блог Либо на ютубе там есть разделы Разные плейлисты Чем вот какие направления у меня есть Сегодня я хочу прочесть вам стих Который я написал у меня недавно Ну скажем Воскресились Возобновились такие вот стихосложения Способности к стихосложению Которые были потеряны Еще более 25 лет назад Это произошло случайно Я об этом подробно рассказываю в стихе Вернее пред стиховом так сказать Изложении этой истории Когда меня пригласили на одно мероприятие Ну мой творческий вечер там был Вот я читал Оду о фалафеле Это такое сатирическое стихотурное Такое произведение Где я высмеивал вот эту непомерную Особую какую-то страсть Вот к этим фалафелям Особенно те, кто переходит на иное питание И вроде так сказать Не безубойное скажем То есть не потребляет животных продуктов Этическое, веганское Ну и вот конечно там Есть определенные смешные вещи Которые я в этом стихотворении изложил Сегодня же речь пойдет про другую Значит Если совсем кратко Я его Как я его там назвал-то А тут названий нет Ну Вау-веган-гуру Можно так это назвать Вау-веган-гуру Почему вау? Ну вот это идиотское выражение Вообще типичные Иного рода У нас схожие по звукам По стилистике Подражание вот этой Американской, английской Так называемой культуре Так сказать Вот Любят у нас сейчас Среди молодежи Очень блеснуть словечками Сленг целый Там с разных сообществ В интернете Это конечно все Смотрится и порой смешно Иногда просто противно Иногда и злоба берет Что там говорить Как есть ведь надо говорить Потому что Это настолько вульгарно Ведь нет ничего того Что нельзя изложить На русском языке Более того Это можно изложить Настолько тонко Деликатно А может быть и наоборот Не деликатно Но так чтобы это было Абсолютно ясно Понятно Что невозможно Так это сделать Ни на каком другом языке Зачем поганить свой язык Когда у нас есть Такой уникальный То есть вот это Подражание низким инстинктом Какой-то примитивности Стадности В разных областях В зависимости от того Какая идея Или там В миниатюре идеологии Стоит у того или иного сообщества Пытаются вот Что-то свое Ну собственно Выпендриться Значит здесь Ситуация такая В большей степени Я это конечно расскажу Чтобы было понятно тем Кто просто Похочет послушать стих Ну хоть понять о чем Значит Среди вот Веганско-сыроедной Компании Тусовки Или так сказать Сообщества Есть новое явление Которое сейчас Активно Бурным цветом растет И вот об этом Как раз стих Это дамочки Такие Женщины Девушки Как угодно Можно назвать Которые Ну Пошли в духовные учителя Вот прям у них миссия такая Они прям не могут Спокойно сидеть Причем как правило Это такие дамочки Из богатых семей Либо которые выскочили За богатого мужа Либо папа был богатый От безделья Которому Ну видимо делать было нечего Да понятно Клубы Салоны Бутики Ночи Вот эти ночные клубы Из которых Понятно Кем обычно выходят Ну и так далее И вот такая тяжелая У них жизнь То есть Где они Так сказать С утра до вечера В таких тягостях проводят Ну и Им этого мало Они решили Так сказать В мир Какие-то мудрости Идеи нести А тем более Веганство Здесь очень хорошая тема Почему? Потому что Ну во-первых Модная стала Во-вторых На западе Давно все очень развивается И такие известнейшие люди Как например Стелла Маккартни Дочь Пола Маккартни Которая уже Втором поколении Веганка Она модель На геонство Создала То есть У нее Ну понятно Что папа Имя конечно Это все правильно Ну и не без таланта Видимо Так вот А наши пытаются Это как говорится Что-то передать Передрать Ну кто-то какой-нибудь Салончик откроет Кто-то что-то А это самая благодатная тема Вроде она И о здоровом образе жизни Веганство Сраведение ЗОЖ Поэтому Ну А быть хочется Молоденькими Красивыми Чтобы их не бросили Те кто Повелся на таких Барби Я имею ввиду Которые Себе накачивали Сиськи Губы Так сказать Кололи все Куда только можно Что можно В общем Моделировали Так сказать Себя И собственно говоря Вот Понятно что Результат-то будет один Так или иначе Что Когда этот Барби Образ Уйдет Силу причин Разных И возрастов В том числе Останутся на теле Татуировки Может быть даже На морщинистом теле Губы Эти страшные У бабушки Накаченные Я просто поражаюсь Какое надо обладать Отсутствие вернее Интеллекта Насколько надо обладать Так сказать Провалом в интеллекте В разуме Рассудки Не говоришь о нравственности Там и так далее Чтобы вот этим Всем заниматься Ну такие есть И вот такие дамочки Полезли сейчас В Скажем Гуру То есть В такими Повелительницами Душ хотят быть Да Не только тело Как у меня тут Вот стихи Но и душ И вот Есть Я выделил даже Три группы Таких дамочек Первое Назовем это Такие Классические Барби Есть такие В интернете Их полно Можно найти Они удаляют Ребра Делают вот эти 90-60 на 90 Так сказать Любой ценой Мазюкают себя То есть Штукатурят Абсолютно Образ вот этот С картинки Гламурной Которую привили Идиотам Ну Нам Скажем Обществу В целом В 80-е И в конце Да Так сказать Когда все это рвануло Через границу Чтобы сделать свое дело И Растлить людей Ну собственно говоря Ведь Лиха Беда Начало С этого и начинается А дальше Как говорится Подражание Гламурным Картинкам Во всем Образ Удаляются Брови Макияж То есть Мастика Как я говорю Накладывается Толстым слоем Лепится Что-то такое Сейчас уже Что-то фитнес Как же это называется Какой-то Дизайн тела Какое-то выражение Дебильное Появилось Я думаю Про это Наверное речь Ну поправите Если не про это Но суть в том Что Все это началось Это факт Все молодые дурочки Хотят Ну там Многие Не все конечно Слава Богу Подражат Вот этим картинкам Образ какой-то Образ поташскушки Ну вот этому образу И подражают Барби Это такая Значит Вот понимаете Я еще Очень важную вещь Хочу сказать здесь Маленьким Детям Калечи Дают вот эту Барби Калечи морально Ментально Потому что Это взрослая тетка Причем шалава Ну как она выглядит Проститутка по сути Ну конечно Это считается Раскрепощенностью То есть Разврат сейчас И рассленность Считается раскрепощенностью Ну и все В таком духе Но это же не значит Что это не так На самом деле А я считаю Что надо Называть вещи Своими именами Как в одном Фильме советском Назовем Кокеткой Шлюхой Ну правильно Так и надо Называть Ну вот этот образ Почему-то Глупые родители Прививают своим детям Подарят им Вот эти Барби Они Нянькают Нянчатся Не с маленькой Куколкой Вот такой Пупсиком Ребеночком Как в советское время Были куколки Ну и сейчас еще где-то Можно найти Это естественно Как с младшей сестренкой Там и так далее Но Это уже идет образ То есть Вот какой-то Тетка Взрослая тетка Как говорят Со всеми атрибутами Просто Это перелом Это слом подсознания Это уже зарождение Искореженной картины мира И так далее Поэтому Вот эти дамочки Выросли на Барби Кстати я скажу Почему я там Наперед У меня такое там есть Идет Знаете Как казалось бы Искореженное слово Барби То есть со склонением Оно же не склоняется Но я это сделал нарочно Потому что у нас просто Была такая в семье Шутка То есть когда мои дочери росли Еще маленькие были Но были у них тут подруги В поселке Конечно Вот у некоторых Барби эти целые ящиками лежали Но я-то объяснял Что это такое То есть причем Они не хотели Они понимали Что это Ну плохо Я Исходя из возраста Объяснял так как надо В данном возрасте Чтобы маленькие там И уже растущие девочки Все нормально поняли И вот у нас Чуть ли не шутки Они О Барби я Барби я То есть Ну Не умея правильно говорить Получилось очень смешно То есть они как бы Ну как дразнили даже уже Что Барби я Поэтому у меня Это понравилось Почему бы не Барби я Они не Барби Поэтому проект не говорит Что я неправильно склонил Это для смеха Теперь Давайте так Это первый тип Такой типаж Деньги любят Естественно Внешний вид Для них это прям Вот внешний вид Самое главное в жизни Всему себя посвятили Образу с картинки Ну мозгов там понятно Сколько может быть Это адекватно Потому что всегда Внешний вид Образ Повадки Причем у них Жесты Мимика Повадки А некоторые из себя При этом При всем Строят еще какие-то Учителей Духовности Какие-то чуть ли не Посланников Вселенной С других планет Там Индиго Есть такие Значит второй тип Это вот эти Такие Вау Вип Глупые Блондинки Назовем это Такой Тип А я может даже Статью Напишу Уже сидел Вчера Там Четыре страницы Написал Где поподробнее Все это расскажу С точки зрения Психологии Как все это происходит Чтобы они Как бы может быть На себя Со стороны Посмотрели Вот на это Что они творят То есть ведь Не только себя Растляют Убивают И духовно И так далее Еще иллюзию Создают Что они что-то В мир несут Такое светлое Они хотят Почему с веганством Сейчас я расскажу Сначала про второй тип Это вот такие Вот У них еще выражения Причем часто И у первого типа И у второго Какие-то Тянут окончания Вот этих слов Такие Я думаю Что То есть Это настолько противно Это вот коверканье Слога Там тембры И нормальной Речи Постановки Это вот сразу Говорит Кстати Вот об этом Да И Есть Такой Тоже Для них Все вот эти Вот атрибутика Гламура Понимаете То есть Вот эти через Там рублевские Вот эти все некоторые Кстати Вот оттуда Вот образ А сейчас В ютубе вещают И с нашими Некоторыми Известными Сыроедами Там Так сказать Друг друга Презентуют В лучшем виде Где показывают Как они умеют Говорить Что о них Думают И в конце Это умора Конечно Одна из таких Говорит Да Я одна из таких Самых Таких вот Как бы Пропагандистов Ну при этом Легко найти В той же В том же Видеоканале Этой же дамочке Например Как она там В салоне Посмотрите Какое поведение Там в салоне Не буду даже Видео вставлять Хотя хотел Там И губы Колят Там И так далее Силиконовые сиськи Губы Это что такое В общем Ладно это было Я пойму Человек меняется Я пойму И человек бы сказал Вы знаете Подписчикам своим Так сказать Поклонникам Я вот Дурак или дура Ну вот Вообще То что не является Никакой ценностью То что Аморально То что Противоестественно Я считала Так сказать Чуть ли не добродетелю Я была идиоткой Я каюсь В этом Извините Вела вас тоже Не туда Люди Очнитесь Вот действительно Вот ценности Вот так сказать Действительно Вот это Тогда да Человек изменился Он действительно Может вполне Мне говорит А тут это Понимаете Противоречие Меня ведь в этом Бесит не сам факт Того что есть такие Есть и более Даже сравнивать нельзя Но понимаете Когда говоришь О высокой духовности И не претензию Предъявляешь Чуть ли не на гуру Направление В области духовности Там питание Здоровый образ жизни И причем этики Тут же все вместе В одной упаковке Тогда Будь добра Так сказать Как-то соответствует А не когда ты Вот такой Сидишь расфуфыренная Мастики у тебя там Прям барби Вот это вот И так далее И еще ежесекундно Показываешь свои Так сказать И так двинешься И так чтобы Вот для чего привлекать Это говорит Идиотское выражение Быть привлекательной Для чего Ты что шлюха что ли Быть привлекательной Кого-то мужа хочешь Он у тебя и так есть Если нет То значит должен быть Так сказать Если нет мужа В блуде не живи Если муж есть Кого привлекать Ты что шалавишь что ли Так вот понимаете Вот вы просто вдумайтесь Или что Так что принято И так все Кто все И кто нам это Да вот это вот Показал все В общем понятно Теперь Третий тип Третий тип Это такие Вамп Такие стервы Такие знаете Какие хищницы Такие Бывают часто Они почему-то черного цвета А не блондинистого Ну или красятся Или такие есть Из них есть Чуть ли не Вот эти вот тоже Индиго Которые там Он с таким выражением Таким космическим То есть еще мимику Строят Всю свою мимику Как вот эта Вероничка Которая Кто не смотрел Посмотрите у меня Психолог Который там про веганство Говорит то Что вообще В чем не смыслит И как психолог Себя показывает Как нулевой специалист Вот я там как раз Комментирую Вот так же С такой мимикой Когда человеку Не хватает мозгов Он включает Когда не нужно Когда нужно Мимику Мимика очень хорошо Дополняет Так сказать Мысли Слова Это иногда Кстати Потому что мимика Может показать То что ты словом Не сказал Но этим До сказал Как бы Мимикой Ну когда Видно Что ты Вот наигрываешь Какую-то Так сказать Богемность Такую хочешь показать Или какую-то Надчеловеческую Способность Чуть ли не космическую Тебе тут Дали какие-то Знания Там Инопланетные Или Из другого Измерения Существа Или чуть ли не Игова Там одна договорилась До того что дал Масонскую ложу Она посвященная Есть одна Такая Тоже Сроедняя Несет в массы И как бы Ну так прям Выделывается Ну так вы Понимаете Ну есть всему Это называется Пошлостью Просто пошлостью То есть Классическое выражение Пошлостью Безидейность Бездуховность Безнравственность Вот Ну и Я про нее тоже Сделаю обязательно Стихотворение Прямо специально Потому что Ну очень хочется Просто поэтому Речка Быстрая Каменистая В нашей местности Протихает И волшебницы Люди добрые Эту речку Величают Если в чем-то Сомневаешься Или обидой Горькой Маешься Ты к реке Поспеши Все И расскажи А по камушкам А по камушкам А по камушкам Речка бежит Вдали Далекую К морю Силы Путь ее Ты спокойный Вежит А по камушкам И давайте Сейчас я посмотрю Не забыл ли я Чего То есть До стихотворения Тут такие Выписал тезисы Да Вот очень важные моменты Откуда деньги Что называется Вот эта безбедность И Прозебание жизни А как правило Они вот Эггг Папа богатый Либо нашли кого-то Либо где-то Специально идут На какое-то Шоу Телевизионное Или всякие там Пошлые передачки Чтобы так сказать Оттуда Кого-нибудь выцепить С деньгами И жить В то свое Наслаждение И удовольствие Как им Показывает Западная Ну показывала В 90-е В 2000-е Сейчас у нас уже То же самое Вся эта Среда Развлечения Клубы Прочие Кто вообще В ночной клуб ходит Вот понимаете Девушка Если Еще она Конечно девушка Зашла В этот Ночной клуб И стала ходить Это уже выйдет Она оттуда Не девушкой А блядью Потому что нормально Я видел А вот на последнем Фалафельфесте Что творилось Когда утром Выходили оттуда Ни одного Нет ни курящего Все пыхают Сленг Паскудный Нечеловеческий Нерусский Движения Какие-то Искусственные Извращенные Ну то есть Вот позорят Ими Человеческое Вообще Такие люди Ну так Я это говорю Даже не в обиду Кому-то Уже даже без злости А потому говорю Что если даже Кто-то посмотрит Из таких Не негодуйте Не не ставьте Там вот эти Как они там Дизлайки И прочее Нет Можете Конечно Это ваше дело Я просто говорю Это кому внешне Что-то хуже Вам будет Вы задумайтесь Над этим Если вы такие Что Как вы Жизнь К чему вы хотите Посмотрите Какая у вас цель Вообще Что вы хотите От жизни И Не то что Добиться Того сего Машин Квартир И так далее А Чего-то действительно Большего Но уж те Кто Хотят Вот это Больше То есть Как эталонность Какую-то Нести Извините Вот С вас Примеры особые Значит Вы должны Соответствовать Вот Так Хорошо Вот Теперь Ну Про уколы И про эти все Сказал А веганство Это такая мода Сейчас Во-первых Это действительно Мода Это не только Образ жизни Для кого-то Есть люди Которые По этическим Соображениям Действительно Перешли на веганство И для них Это самое главное Это люди Жесткой Четкой позиции Аргументированной Честь и хвала Ну а Есть Те Кто эксплуатирует Эту тему модную Потому что Многие звезды Мировые Там Из Голливуда И Известные артистки Артисты Сейчас веганы Сыроиды Мирового уровня И Вот это Вот как бы Тема мод Плюс здоровье А хочется Получше выглядеть Чтобы так сказать Дольше дивиденды С своего внешнего вида Получать Поэтому Конечно Ну и прожить дольше Хочется Тут все одно Думаю Того хорошую тему Нашел Буду-ка я в ней Тоже Сейчас лекции давать Какие-то выступления Давать Не пойми Только о чем Опыте Ну давай о своем опыте Может быть он будет Очень ценный Этот опыт Что ездить везде Но зачем тогда Ты это сначала Выкачай Говоря о духовности Вот отсюда что-то Вот отсюда Доведи себя До естественного Того природного вида Каким ты вырос Или выросла А потом Сотри татуировки Выведи Измени речь свою Потренируйся Вот не какой-нибудь Визажиста Или массажиста себе С утра до ночи Лежат Им там делают А с репетитором Потренируйся Как ты произносишь слова Складываешь их в слоги И так сказать Далее Речь ставишь свою Так Ну вот И вот Так сказать Они несут Ну вот эти вот Да В этой теме Плюс к тому Ну Модно И престижно Что-ли А потом ты Люди думают Они как бы Ну я вроде что-то подспудно Понимают Что-то плохое делаю Ну понимают Что-то вот как-то не так И для себя Или вот люди подумают Ну понимают они Даже если они строят из себя Правда Ведь они для чего делают Для оправдания Они хотят совместить Несовместимое Для оправдания Своей совести Перед самим собой Угрызений Что ты вот Вот Или вышел из растленности Из вот этого А тут из себя строишь Чуть ли не противоположную сторону То есть высочайший Духовный Учитель Духовный А ты хоть соответствуй И вот они чувствуют Что и хотят рыбку съесть Как говорится И как далее Как говорится И вот Не выходит Но этим они себя успокаивают Как бы Люди пишут им Хорошие комментарии Ой какая ты клевая Это кто такое пишет Вообще вот такое Это просто Это Это Да Ну а им легче от этого Поэтому и делают Так Значит про мастику Понятно Про ужинки Но это страшное дело Я говорю про эти ужинки Изворачиваются и так А некоторые Особенно кто Еще магическое Что-то из себя выдавливает Они прям вот так Вот То одним глава То поведут То блески пустят тут Чтобы прям Как будто звезд Так сказать Отражение У них сияет здесь И сразу люди подумают Да Она с Альфа Центавры Они нам Она нам сейчас расскажет Как устроен мир Вот И еще Клички Слушайте Ну вот почему нельзя по-русски Маша Петрова Нет Пропустил нецензурные слова Назовут себя как-нибудь там Ля-ля там По-английски И все время пишут по-английски Вы для кого Для русского Русскоязычного населения Да Для россиян Так сказать Ну так по-русски И напишите Как мама с папой назвали И не надо Кликух вот разных А то там Слушайте Это прям Ну это пошло Это во-первых пошло Во-вторых противно Потому что Ну как-то Слушайте Ну русский И пишите по-русски Что это за манера По-английски писать Или вы хотите На каких-то Эмигрантов Русскоязычных Которые так сказать Ну тогда это по-другому уже Ну нет же Для всех как бы Позиционируется Ну вот Три типа Сказал Там Про богинь Вау Вот этих вамп Вернее Это позже А пока про Вау Итак Дорогие друзья Ну в общем Начну Стихотворение Значит Подробно Мои мысли Я изложил Какой типаж Я хочу прокатить Как бы стихание Сатира Сатира Это Сатиры Это Сильная вещь Но надеюсь Получится Это мое Второе стихотворение Первая Ода о фалафеле Была На 25 четверостишей То есть 100 строк И это 15 четверостишей То есть 60 строк Итак Поехали Среди веганов Сыроедов Теперь такое повелось Мне любопытную картину Недавно видеть довелось Я зрел Все эти чудеса Гламурного преображения Вчера крутилось У шеста А нынче О духовном рвение Их жизнь трудна С утра салон Бутик А ночью клуб Но быть пророками Мечтается Хотя духовность И овал набухших губ Друг с другом Ну никак не сочетается Здесь ботокс был И силикон внедрился Пока богемными тусовками Жила Но веган-дух В нее зачем-то заселился Теперь в духовные Учителя пошла Там нет лица Своих бровей Одна мастика Краски Туш Но претендуют дамочки На роль властительность Не только тела Но и душ Есть даже барби-мистики С густой мастикой Внеземного воплощения Ну а таких я расскажу В других стихах Бескомпромиссно И без сожаления Давайте возвернемся К нашим веган-вау С таким особым диалектом Так возжелавшими Блеснуть не только Буферами Но и интеллектом Они росли безбедно И беспечно Жили для своей забавы Но повзрослели Как и их амбиции И вдруг так резко Захотелось Веган-славы Они нам что-то там плетут Нарушив божий дар молчания Что-то по-русски Внемлют тут Но просто жутко Тянут окончание Ибо почистить речь И поунять свои ужинки И научиться говорить Хотя бы без заминки Но то нелегкий труд И в нем лишь классика поможет А вот журнальный образ Вог Развратный вид Боюсь не сможет Хотя татуировки Пирсинг Стринги И иные атрибуты Современной скромности Сейчас кому-то И быть может даже говорят О проявлении большой духовности А ведь есть те кому Все это по душе Все эти вот богемные события И это лакмус наших дней Сверхнизкий уровень развития Окраска головы Накачка сисек Поп и губ Участие во всех феериях Теперь подросткам Заменяет интеллект И думы о высоких О материях Оракулы Вульгарно выбирают Имена себе И даже клички Все потому что Подбирают Их не в словаре А в косметичке А кто они Которые в мир Мудрости свои несут Гламурные ютуберши Фейсбучанки Вчера кем были те Кто слово нам теперь рекут Поющие трусы И содержанки Они ни разу в жизни Не трудились Одни богатыми Уже родились Иная мисс Со сцены Папика нашла Другие были В порно-шоу Дома-2 И если ты Внимал всем этим Образом Повадкам И тебе не стыдно То знай Что опустил себя Ты самолично В грязь И превратился В быдло Но ты Читатель Верю я Ты все поймешь И вывод сделаешь Безморд смазливых Тащи своих детей От этих страз И грез Иначе вырастешь Дебилов ты Блудливых А этим Грезятся поклонники И славы Манят впереди Желают Этику С духовностью Нести Для блага Всей земли Они теперь Открыли Высшее Своё гуру Предназначение А может Это блажь у них От моды И от жизни Пресыщения Сей непомерный Труд Болтать Учить Ходить по магазинам Расслабляться Не за больными Утки выносить Не овощи растить Не делом Заниматься Зачем закатывать глаза Кривляться Строя из себя Кого-то От этого Ведь не прибавится Ума Займитесь делом Не болтайте Лишь бы что-то В общем Закройте рот Послушайте себя И ведь Людей вы бесите Подумайте Своей башкой Ну вот куда Вы лезете Вы есть И были Барбией Без интеллекта И т.д. Так оставайтесь В этой армии Тусовщиц Шмотниц И т.п. Вот так вот Ну Дорогие друзья Оценивайте Ставьте Лайки Или нет Если вы ставите Как говорят Дизлайк Напишите почему Что вам поперек Не буду говорить Чего стало Как говорил Хрущев В свое время Но Некоторым членам Полетбюро А что именно Так сказать Не понравилось Или вы Сами такой И пытаетесь Всего лишь Защитить Свою Вот такую Жизнь Такой образ жизни И не хотите Меняться Но почему Не хочет Меняться Если Он Не прав Заблуждается Только тупой человек Глупый Несмышленый Недалекий Ну Не хочется Таким быть А себя Обманывать Еще хуже Поэтому Я думаю Что может быть Вот такой стих И полагаю Вы его захотите Кто-то вырезать Без моего предисловия Просто Куда-то в соцсети Кинуть И вообще А вот мол Почитай Посмотри Послушай Кому-то Да Кто еще В этой сфере В связи Так сказать Вот С таким образом Жизни крутится Или Начинает задумываться Может быть Ему это поможет Я собственно Ведь говоря С одной стороны Стихотворением Своей хотел Что да Высметь Поглумиться Да С другой стороны Чтобы они Задумались И может быть Действительно Они Вот перед собой Как говорится Покаяться Такое слово Кто-то Воспротивится Ему Но перед собой И сказать Если вы претендуете На роль Духовных Каких-то учителей Гуру и так далее Что ну как-то Это должно быть Все правильно Что ли Честно Гармонично Разврат Ведь и постыдство Блудливый вид Взгляд Речь Там И так далее Она ничего не имеет Общего С нравственностью Моралью Справедливостью С традициями Народными С значит И духовными Ценностями Как говорится И так ни с чем Вот Поэтому я просто Очень не люблю Когда есть Двуличие такое Ну вот потому И сделал Написал такое стихотворение Начал его еще месяц назад Ну там В общей сложности У меня пошло на это Если чистых часов Ну может 5-6 То там Четыре строчки Появятся Четыростишь И то с женой Где-нибудь Вот на кой раз И вот в Крым Летали На самолете Лечу Ну так сказать Боязно Я там Психологически Себя Полностью Погружаюсь Пишу Да что-то Так что Примерно так Думаю Что третий стих Ну я не считаю Мой маленький Когда на вот этом Фалафель Марте Который век Март Называется На самом деле Это был Фалафель Март Вот там Семь строчек Такое небольшое Про сыроедных богов Что про гневели Что идет дождь Там это шуточное Это не считаем Большое Фалафель Это второе Третье Полагаю Коль уже сказал Будет наверное О особом Таком типе Уникальном Вот этих таких Богинь Типа Таких вот Особого типа Третьего Естественно Есть переходные формы Об этом я наверное Статье своей Как раз напишу Ну а вы Пишите Если захотите В комментариях что-то Ну и надеюсь Было Приятно послушать И Наверное Все Всего хорошего Лучше нету Того свету Когда яблоняц Весел Лучше нету Той минуты Когда милый Зимой идет Как увижу Как услышу Все во мне заговорит Вся душа моя плает Вся душа моя горит Вся душа моя горит Вся душа моя горит Мы в глаза Друг в друга глянем Руки жаркие сплетем И куда не знаем Перцами словно пьяные Вредем А кругом Сады белеют А в садах Душу и твой И так Вся душа моя горит Вся душа моя горит Вся душа моя горит